Дениса Шабаева Куда угодно садитесь. Я хотел бы пригласить антрополога, сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Тахира Каландарова, антрополога Екатерину Деменцеву, сотрудника Высшей школы экономики, специалиста по миграционным процессам в России и во Франции. Я хотел бы пригласить уже нашу гостью, выступавшую сегодня, Ксению Деодорову, дизайнера и фотографа, и также человека, который сделал несколько мультимедийных проектов о миграции. И я, Дмитрий Апарин, буду вести нашу дискуссию. Ну давай я сюда-сюда. Нет, так лучше. У меня, наверное, сначала первый вопрос будет. Мы будем говорить с вами сегодня и о фильме, и о самом фильме, и, конечно же, мы будем говорить о миграционных процессах и о миграции из Средней Азии в Москву. Первый вопрос у меня к Денису Шабаеву. Мне кажется, у зала тоже много вопросов к режиссеру. Во-первых, спасибо вам за фильм. Во-вторых, довольно банальный, может быть, вопрос. Как сложилась судьба героев этого фильма? Как сложилась судьба Фаруха и его семьи? Спасибо вам за показ, за возможность сказать фильм. Фарух вернулся в Москву год назад и поступил учиться на актера. Но, к сожалению, опять начались проблемы с ФМС. В общем, он вынужден работать, сейчас пытается учиться. Как-то жена осталась там. Этот домик замечательный. Их снесли. В общем, там, наверное, еще одно кино и еще более трагическое такое. Он сейчас в Москве? Он сейчас работает в Москве, да, на машине. Развозит? Развозит грузы, все то же самое. Он пытается сниматься в кино, но ему очень сложно это делать, когда он находится в нелегальном положении, ходить на все кастинги. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, как вы выбрали вот эту семью? Как так получилось, что вы начали именно ее снимать? Ну, там есть в начале вот этот эпизод, который 10 минут где-то идет. Это, в общем, очень интересный момент. Потенциальные мигранты, чтобы получить гражданство, записываются на это собеседование в ФМС, в Душамбе, ждут несколько месяцев, полгода. Им дают буквально несколько минут. И, в принципе, их задача состоит в том, чтобы они объяснили, как они любят Россию и зачем нужно сюда поехать. И какая у них связь с русской культурой и с Россией. В общем, это довольно чудовищно выглядит все. Очень странное интервью, конечно. Вот. И вот там мы познакомились. С Фарухом, который собирался уехать работать, получить. Через это собеседование я там много снимал. Как он отреагировал? Как так получилось, что он был согласен? Ему это было интересно? Ну, конечно, он же актер. Нет, ему было очень интересно. Он сначала пытался очень много играть. И вообще, как... Ну, потом жизнь оказалась сильнее. Он, по-моему, про меня забыл немножко, то, что я его снимаю. Во время съемок ведь трагедия произошла? Ну, это все происходило, да. Реально. Потому что через несколько месяцев после того, как я начал его снимать, его посадили в тюрьму. То есть он сначала снялся в этом сериале, а потом буквально через месяц повторил судьбу своего героя. Вот. В общем, тоже было непонятно. И чудом его отпустили через полгода, хотя ему дали три года. По амнистии к 9 мая. Тоже непонятно, почему так произошло. Я читал в одном из интервью, что вы как раз нашли контакт и сблизились с этой семьей именно после вот этой аварии. Что вы еще более интенсивно начали снимать как раз после аварии. Ну, в общем, да. Просто восточные люди довольно закрытые. Я пробовал снимать несколько семей. Мне не получалось так близко войти в какое-то интимное пространство героев личное. Здесь Фарух вроде меня пустил, но семья, я бы не сказал, что была за эти съемки. То есть они так... Ко мне относились так довольно отчужденно. Но когда вся эта беда случилась, естественно, я просто стал частью этой семьи. Мы все время ездили туда и как-то, в общем, стал частью их жизни и стало гораздо проще снимать. В общем, я им помогал, а не мне. У меня вопрос к Тахиру. До какой степени вот эта судьба и то, что мы вообще видим в фильме, эти различные-различные черты этой жизни, до какой степени они типичны для мигрантов из Таджикистана в России? Или это совершенно какая-то уникальная история? Раз. Раз. Работает? Работает, да? Работает. Мне кажется, громче из-за кухни там. Все, все. Буду громко говорить. Ну, во-первых, режиссеру спасибо за этот фильм. Не так часто нас снимают фильм. И то, что очередной фильм вышел о мигранте, это говорит о том, что действительно миграция является частью уже нашей жизни. И хотим мы этого или нет, это есть, это факт. И поэтому нам надо как-то выстраивать свои отношения, в том числе с мигрантами. Я бы, конечно, не сказал, что это уникальный случай из жизни мигрантов. Конечно, миграция как надежда, в то же время миграция это всегда риск, это угроза. И поэтому сами мигранты это понимают. Поэтому, если посмотреть много историй, ему повезло, Фаруху, герою фильма, что он вышел после шести месяцев, да. Но, к сожалению, амнистия не всегда касается этих людей. И многие из них по несколько лет отбивают срок. Поэтому такого ничего удивительного я бы не сказал. Это, к сожалению, есть и повторяется. Мне кажется, одна из идей этого фильма, и этот фильм, на мой взгляд, о социальных лифтах. И о возможностях и невозможностях для мигрантов. О различных социальных лифтах. И у меня вопросы к Тахиру и к Екатерине. Какие это есть социальные лифты для мигрантов? Какие есть действительно возможности воплотить свою мечту, пробиться? Я даже как-то не задумалась, что это фильм о социальном лифте, если честно. Я социального лифта там особенно не увидела. Как раз увидела невозможности социального лифта. Если нет, то все равно там есть надежда на социальный лифт. Ну, у него есть надежда, но все-таки нет никаких возможностей, на мой взгляд. И вот, честно говоря, даже не рассматривала как-то в этих категориях. Хотя надо отметить, что вот сейчас мы делаем исследование, как раз Дима тоже в нем принимает участие. Исследование в школах Подмосковья, где сконцентрировано много детей-мигрантов. И что меня, ну, как бы так, ну, не удивило, скорее ожидало эту ситуацию, то, что дети-мигрантов это будут дети из семей, которые уже вот как раз взошли по социальному лифту. Потому что родители имеют возможность их привезти в Россию, и чтобы эти дети уже как бы жили и учились в более-менее нормальных условиях. И надо сказать, что социальный лифт как бы работает, но работает он далеко не для всех. То есть очень многие дети как раз обращают внимание, что наши родители смогли добиться, и часто помогает просто какой-то случай. Вот в этом случае, я думаю, вот с вашим героем как раз у него обратная ситуация. То есть он думал, что у него есть этот социальный лифт, да, то есть он думал, что вот сейчас я вот снимусь в фильме, у меня будет второй фильм, третий фильм, и вдруг оказывается вот эта трагедия, да, которая ставит крест практически на всем. И мне кажется, что вот как раз в жизни мигрантов здесь очень много, в большую роль играет удача. Потому что действительно есть блестящие люди, но которые не могут сдать на документы, которые не могут пройти вот эту вот какую-то комиссию, там еще что-то. Потому что вот человек, который был в комиссии, вот сегодня у него болела голова, и не хотелось мне сегодня принимать вот этих людей. То есть зависит буквально от какого-то маленького случая у всех этих людей. И мне кажется, что этот фильм как раз вот это и показывает, что вот в жизни мигрантов играет большую роль вот такой вот случай. И еще я вот, если можно, я еще прокомментирую буквально. У меня на протяжении всего фильма, вот я его смотрела, он сложный. Я скажу честно, что его смотреть сложно, и прежде всего сложно, потому что, я думаю, нам всем было довольно-таки сложно смотреть, потому что это тяжелая жизнь, потому что это не очень красивая обстановка, потому что это сложная судьба, идеологии довольно-таки напряженные. Ну, и мы это на самом деле видим, да, вот когда попадаем в эту среду. И я бы хотела сказать такое вот, это, наверное, вот тоже Ксения продолжит, может быть, эту тему. Сейчас тема миграции, она становится все более и более популярна. И я вот все чаще слышу, что вот приходите нам, расскажите что-нибудь о миграции. Ну, такое вот, это вроде бы модно, это вроде, ну, становится уже, мне кажется, это актуально. Сейчас вот мы видим этих мигрантов, и тут вот недавно меня попросили, я с Димой как раз в процессе фильма обсуждала, меня попросили, а расскажите нам вот про кино, вот, которое расскажет нам о жизни мигрантов, но так, чтобы все было легко, вот light такой вот, чтобы вот смотреть, было вот легко, приятно, и чтобы все поняли, что вот с мигрантами происходит. Я поняла, что на самом деле российских фильмов практически я не могу назвать, ну, light точно никаких не могу назвать, я не могу назвать никаких фильмов, которые бы действительно легко было бы смотреть антропологических фильмов, потому что это тяжелые обычно фильмы, которые рассказывают, даже если это с хорошей судьбой, да, там, с хорошей какой-то историей, все равно история, она тяжелая. Вот, и я себе представляла, как бы вот этот фильм, европейцы сняли художественный какой-то фильм, вот, если бы эту историю они поставили. Ну, то есть я вот сразу вспомнила Амара Си, да, вот, который играл, там, я знаю, самба, там, один плюс один фильм, вот, то есть поставили бы очень красивого актера с яркой внешностью, сделали бы очень такую вот трагическую историю, но при этом там с танцами, с какими-нибудь красивыми, с музыкой, с красивой девушкой, приехала бы к нему жена, там, и так далее. То есть вот я сейчас просто думаю, что вот эта история, она бы по-другому бы совершенно была бы снята, и по-другому бы виделась, потому что действительно сейчас вот часто очень отмиграционная тема требует, чтобы она была интригующей и легкой. Вот в вашем фильме этого нет, и я считаю, что это правильно, что так вы, на самом деле, передали ту атмосферу, которая есть. На мой взгляд, это действительно уникальный фильм, потому что это фильм об очень сложной, это фильм, который снят в очень сложном обществе, да, это фильм, который снят среди людей, которые сомневаются, может быть, не доверяют, и которые абсолютно справедливы, и совершенно не беспочвенно не хотят к себе пускать. И это и полевая работа среди людей, которые находятся в очень двусмысленном состоянии, сложна, потому что они тоже могут не доверять. И сколько раз меня спрашивали, может, и с ФМС, там, или еще что-нибудь типа такого. И я понимаю, это абсолютно справедливые, небеспочвенные вопросы. И, во-первых, это фильм, который снят в очень сложной обстановке и в сложном очень обществе. Во-вторых, это единственный, мне кажется, фильм документальный о миграции в Москву. Если я не прав, меня могут поправить, но, мне кажется, это единственный документальный фильм. Но, то есть, как бы, это действительно, ну, для меня это уникальный фильм. Таких больше нет, и такие вряд ли появятся, потому что это не фильм о коренных народах Сибири, который существует очень долго, традиция, вот, ненцы едут на санях, все снимают олени, там, и так далее. Вот, традиционная природа пользования — это сфера и тема, к которой очень сложно подступиться. И поэтому спасибо вам. Тахир, я даю вам слово. Я пару слов еще о социальном, грустном моменте, на мой взгляд. Первое, то, что показывали таджиков, которые в Таджикистане, в Душанбе, но они себя считают не в своей тарельке, они так и говорят. Что это действительно очень удивительно, но это на самом деле есть, и это присутствует, что этнические таджики, они, те, кто образование получили в Советском Союзе, они сегодня себя считают не в своей тарельке, и им очень сложно жить в Таджикистане, как ни парадоксально, хотя мы прекрасно понимаем, что для России они абсолютно чужие люди, для многих, поэтому очень мало кто их воспринимает за условия своих, они остаются чужими. Это первое. Второе, к сожалению, после этого фильма очень многие в Таджикистане, вообще в Средней Азии Россию считают страной возможностей, и таких стран в мире несколько, ну если первую страну это Штаты, то в данном фильме режиссер и главный герой показывают, что Россия не страна возможностей, он не смог, вот те возможности, которые были здесь, у него стать актером, играть, к сожалению, он не смог, и он вернулся обратно в Таджикистане. Выходит грустная история, те, которые себя считают уже не в своей тарельке, они хотят приехать, чтобы тут, вот про социальные лифты говорят, хотели что-то добиться, но наоборот, люди, которые уже приехали, они не могли тут, как бы, найти свою реализацию, и они вернулись домой. Это очень грустно, на мой взгляд. Но, конечно, и маленькая ремарка, действительно очень прекрасно, когда герои говорят на своем языке, не литературном. Знатки, наверное, знают, что таджикский язык очень сильно отличается литературный язык от разговорного языка, и когда они говорят на своем разговорном языке, это такой очень блеск передает фильму, и те, кто знают таджикского, они это чувствуют. Спасибо, что вы не заставили их говорить на таком литературном языке. Спасибо. Вообще их ничего не заставлял делать, они все сами делают. С другой стороны, у меня есть разные вопросы по поводу того, что они очень хорошо говорят по-русски, и мать, судя по всему, она проверяет тетрадки сына, судя по всему, наверное, она была учительницей в Таджикистане. Вы знаете, тоже такая типичная судьба, вот то, что вы говорите, я подтвержу, им действительно тяжело. Они, в общем, советская интеллигенция. Отец экономист, вот, работал на заводе, там, что-то с ткацким производством связано, вот, мама юрист. Вот, в общем, они такие успешные в Советском Союзе люди, и жили, в общем, очень неплохо. Просто, когда началась война, вот, на связи, сначала уехал папа, потом мама, потом, в общем, все они перебрались сюда, и, в общем, там им действительно места сейчас нет. Вот, хотя у них есть дом в центре Душамбе, но они, им тяжело там находиться, им лучше здесь, вот, в строительном вагончике. Они до сих пор в строительном вагончике, вы сказали, нет уже вагончика. Ну, вагончик снесли, вот это, когда, ну, нет, тут был момент, когда вот это были события на кладбище, какие-то драки на юге Москвы, вот, и их под это дело снесли, этот вагончик, их и домик, вот. В общем, все они свезли в чистое поле, в Тульскую область, вот, но потом им действительно поставили какой-то другой вагончик, потому что, ну, они нужны, нужно, чтобы кто-то следил за этим шлагбаумом и помогал вообще на этих дачах. В общем, как-то-то... Ну, не успеем по программе присылать, да? Нет, не получилось. Мама вот сейчас получила гражданство, вот, я надеюсь, они хотят, в общем, постепенно все, наверное, как-то смогут получить. Ну, это вся семья переехала тоже, это тоже не частая, наверное, история, когда приезжает полностью вся семья, отец, мать и двое детей, хоть и взрослых детей, но все равно. Ксения, как тебе фильм? Уточните ваш вопрос, Дмитрий. Дело в том, что для тех, кто не был, нам несколько часов назад Ксения рассказывала о своих мультимедийных проектах, и она поднимала один интересный вопрос о саморепрезентации героев, которых снимают. Неважно, фотограф их снимает или видеооператор их снимает. Как люди начинают себя вести под камеры? О перформативности, когда люди начинают себя вести, может быть, неестественно. И я слышал очень много историй от документалистов, что требуется месяц, еще один месяц, еще один месяц, чтобы наступит когда-нибудь тот момент, когда люди перестанут замечать камеры, когда камера станет частью повседневной жизни, и тогда они перестанут держать спину прямо, так скажем, на камеру, и осанку держать. И вот несколько раз у меня было ощущение некоторых вот таких вот, что Фарух прекрасно понимал, что его снимают, и Фарух говорил определенные вещи, и несколько раз у меня было ощущение перформативности, но это совсем не критика, потому что это неизбежно, и это нормально, и наоборот, это и есть как бы документалистика, что мы тут никого не обманываем, камера, она не скрытая, камера есть, и герой понимает, что его снимают, и ведет он себя определенным образом. Ты заметила вот эту перформативность героев фильма? На самом деле, я как раз несколько раз, время просмотра, я первый раз на самом деле сегодня видела ваш фильм, хотя мне кажется, мы уже не первый раз встречаемся на обсуждении этих тем, но фильм я посмотрела сегодня первый раз. Вот, и спасибо, на самом деле, действительно, он какой-то, может быть, в нем есть действительно трудность, потому что очень он повседневный в хорошем смысле. То есть в нем нет никакой, несмотря на то, что там есть как бы красивая история, которая вроде как ты все ждешь, что сейчас случится что-то такое, вот подъем или спад, но он, наоборот, мне кажется, мне он показался очень сильным за счет своей будничности. Ну вот такой. И несколько раз я думала о том, меня как раз удивило, что, например, когда мама обращается к отцу и говорит, верни мне моих детей, и вот этот эпизод мне, он показался каким-то кристально непоказушным, и то есть он был каким-то, вот действительно, как будто бы камеры не было. Я очень порадовалась за вас, что вам удалось его снять так, что он, с одной стороны, уважительно снят к эмоциям семьи, то есть там нет какого-то такого из-под тяжка наблюдения. Но, в общем, это очень, на самом деле, трудно так сделать, и очень здорово, что такие моменты получаются. Хотя, конечно, очевидно, что герои иногда что-то говорят. Ну то есть мне показалось, что, например, в эпизоде «На дороге», где младший сын пытается объяснить маме, как нужно жить, и у него есть там некоторая такая джигитовка, вот. Но это неплохо, это, на самом деле, отражает его возраст, и это тоже… Вообще, мне кажется, что нельзя говорить о том, что что-то искусственно или нет. Ведь то, как даже человек начинает гипертрофировать свои собственные какие-то черты или мысли на камеру, это тоже характеризует его, и вообще у фильма всегда есть автор, и это абсолютно нормально, что присутствие автора влияет на картинку. То есть мне вообще не кажется, что это плохо. Единственное, о чем я подумала сейчас, что, мне кажется, просмотры таких фильмов нужно обязательно устраивать отдельно или совместно с героями. Ну то есть героями не вот конкретно этой семьей, а вообще показывать их массово. Вот мы как раз с Тахиром только что разговаривали, он говорит, предложил показать проект в холоде. и на большую аудиторию памирцев. Такси, я нин-проект про мигрантов из Памира, которые живут в Москве и Петербурге, и их семьи, которые живут в Памире. Да, а Тахир на самом деле был изначальным вдохновителем направления, в котором снимался этот проект, и консультировал очень много, и помогал. И вообще, спасибо ему, между слов, за это. Вот, так вот, мы как раз обсуждали, что было бы здорово. Я, когда мне Тахир сейчас это сказал, я подумала, что это немножко страшновато, показывать двухстам памирцам проект в холоде. Вот, а потом... А на самом деле сейчас, я думаю, что это отдельная история. Объясню, почему. Я очень много встречала мигрантов, которые испытали здесь очень болезненный опыт, ну, гораздо более болезненный, чем у героя вашего фильма, и возвращались в Таджикистан с словами, что они больше никогда не вернутся в Россию, потому что они испытали такое количество нарушения прав человека, неуважения к себе, и, в общем, там были целый ряд достаточно чудовищных историй. И, на самом деле, когда я жила в Таджикистане месяц, я часто думала о том, что... Понятно, что мне это легко говорить, но, тем не менее, трагедия этого общества заключается в том, что дети растут в отсутствии института семьи. Ну, то есть дети растут с бабушками, с тетями, с дедушками, а понятия родителей у них нет. И, на самом деле, это, безусловно, деформирует их общество как общество. И наверняка есть, может быть, Катя или Дима, или Тахир скажут о том, какие исследования есть на эту тему, и есть ли они. Но, мне кажется, подобные фильмы полезно смотреть мигрантам для того, чтобы переосмыслить свою собственную жизнь и переосмыслить, посмотреть на это со стороны, потому что, мне кажется, в наших работах часто видны вот эти болевые точки, ну, возможно, для них более… То есть они, когда они сами так живут, может быть, они этого не замечают, а вот в таких продуктах, может быть, это становится более заметным. Вот. Ну, я как раз здесь как бы плавлю вот так вот эту фразу, что мигрантам стоит смотреть эти фильмы. Вот мы сейчас как раз с Димой проехались по школам и провели фокус-группу с детьми-мигрантами. И я бы сказала, что мигрант – вот такой вот собирательный образ, на самом деле их много, мигрантов, я имею в виду много разных категорий людей. И я была, вот, например, очень удивлена то, что дети мигрантов, которых мы себе представляем, дети гастарбайтеров, работающих в вагончике, живущих в вагончике, работающих дворниками, и так далее, ну, не привозят детей в это время. То есть очень мало кто привозит, то есть по какой-то очень сильной необходимости привозят. В основном дети остаются правильно там, без родителей и так далее. Но когда вот их привозят сюда, то дети попадают уже в иные условия. Вот это вот меня, конечно, поразило. Последнее вот такое открытие для меня было, то, что дети не чувствуют себя детьми-мигрантов. Они себя чувствуют, ну, поменявшими страну, скажем так. И вот когда я задала им вопрос, а как, ну, то есть я чувствую, что что-то не то происходит, что вот как-то вот они себя позиционируют по-другому. И я задаю им вопрос, а вот вы когда читаете, например, что арестовали там 20 узбеков, посадили в тюрьму 20 таджиков, вот как вы к этому относитесь? Вот это ваши люди, которые ваши соотечественники. Они говорят, ну, конечно, мы сочувствуем как любым другим людям, но мы-то сами все-таки не те, которых арестовали. У нас-то родители уже другие. И мне кажется, что это очень важно показывать не только мигрантам, вот как мы говорим, мигрантам, а показывать тем, кто вышел уже из этого. То есть для меня это было такое открытие, слышно, да? Для меня это было открытие, потому что я, в принципе, эту всю историю наблюдала во Франции с детьми мигрантов, когда второе поколение, третье поколение себя очень жестко позиционировало отдельно от вновь приезжающих мигрантов. То есть вот наши родители приехали тогда, когда надо, а вот эти лезут, надо границы тут всем закрыть. Теперь эту историю я, в принципе, сейчас потихоньку, это, конечно, не так видно, то есть если в Европе это очень хорошо видно, у нас это только вот эти вот появляются, вот маленькие истории. Мне кажется, вот как раз надо вот этим детям тоже эти фильмы показывать, да? То есть всем надо показывать, да? Нет, я имею в виду, что показывать абсолютно всем, потому что это история, да, с которой, может быть, начинали их родители, но вот у них не случилось вот этот обрыв, да, вот не случилось вот это, вот этот... А может и случилось, но в случае вывел как-то по-другому. То есть вот это тоже интересные такие вот моменты. И вот то, что вот ты говоришь о социальном лифте, это важная история, мне кажется, история для мигранта. То есть в какой социальной категории ты на данный момент находишься. Вот как раз к тому, что сказала Катя, очень интересный момент после моей лекции. Подошла девушка, которая работает в Центре интеграции детей-мигрантов, да? На самом деле вы можете сами потом рассказать. Я просто в двух словах процитирую вас. И я на самом деле уже не первый раз слышу подобные вещи, что на самом деле среди разных мигрантов из разных стран тоже существует такая ксенофобия, скажем так. То есть мигранты, например, там, не знаю, из Узбекистана, считаю, что мигрант, не знаю, из Марокко или там, не знаю, из Сирии, он вообще как бы... Чего он сюда приехал? Вот. И в этом смысле очень интересно как раз делать такое, как бы, ну, комплексные какие-то образовательные мероприятия, чтобы понимание было не через сообщество, а через тему в целом. Ну да, это, наверное, все к теме, что миграция очень плюралистичная. И, скажем, таджикская диаспора Москвы, если мы берем так локально, она тоже очень плюралистичная и тоже очень разнообразная. И у разных людей совершенно разные потребности, разные желания, разный социальный статус, разная степень религиозности. и разность взаимодействия и взаимоотношения с Таджикистаном и так далее. То есть как бы миграция, она не вся состоит из трудовой, исключительно миграции. И миграция — это не синоним слов бедность, бесправие и еще какие-то такие вещи. Безусловно, большая часть — это трудовые мигранты, но вот этот плюрализм не надо забывать, на мой взгляд. И те люди, которых вы показали, да, это действительно видно сразу, это очень интеллигентная семья, видно сразу, что это та семья, которая занимала определенную социальную нишу высокую в Таджикистане в советское время, получила хорошее образование, они прекрасно говорят на русском языке. И вот исторические события их поставили в такую тяжелую ситуацию. Меня заинтересовала, это, наверное, сейчас будут вопросы Тахиру и Денису, меня заинтересовала мусульманская тема в этом фильме, потому что она время от времени проскальзывает, и она мне не совсем, не всегда понятна в том плане, что вдруг я вижу, что он делает намаз у спортивной площадки. А потом я вижу, что он на Курбан-Байрам, вот то, что он является, то, что он пришел на Курбан-Байрам, мне абсолютно ясно. Но вот у меня вопрос о степени его религиозности, о том, какой он мусульманин, какой он практикующий мусульманин, то есть соблюдает, не соблюдает, и как он это объясняет, и что вообще для него является религией? Работает? Ну, у них так интересно, у них в семье немножко все поделилось. Вот Фарух, так же как отец, он в общем религиозен, и он действительно читает намаз пять раз в день, но периодически он, когда с ним что-то тяжелое в жизни, он это чаще делает, когда все легче, более спокойно к этому относится. Вот, а вот старший брат и младший, а мама вообще больше как-то, по-моему, она христианство как-то уважает. Вот, и в общем, они совсем не религиозные, старший брат тоже младший. Вот, но это все замечательно, все существует вместе, никто никому не мешает, то есть кто-то пошел намаз читать, кто-то, не знаю, чай пьет, это не обязывает ни к чему. То есть нет такой жесткой какой-то такой... Вообще ведь с Таджикистаном особенная история, с исламом в Таджикистане, да, потому что Тахир там не так легко быть мусульманином, и мусульманином легче часто говорят быть в Москве, чем в Узбекистане или Таджикистане, в связи с политическими различными процессами. Люди становятся, вот их религиозная жизнь интенсифицируется в Москве после приезда, или что вообще происходит, какие взаимоотношения между миграцией и религией? Ну, на самом деле, вот, меня немножко поразила ситуация, когда отец читал намаз, когда жена орала на него, я думаю, это тот случай, когда камера ее спасала просто. Не будь камерой, было бы очень печально все, потому что это все-таки, тем более она таджичка, жена его, она все прекрасно понимает, что когда читает намаз муж, то ей просто, не то что орать, ей разговаривать нельзя, но она орет очень сильно, видимо, зная, что есть режиссер, есть камера, и все под контролем. Другой вопрос, немножко парадоксальная ситуация, действительно, я бы не сказал, что мусульманам быть в Таджикистане или в Узбекистане сложнее, чем в России, но визуализация мусульманства в России легче, чем в Таджикистане. Например, расставят бороду, некие такие, по мнению официальных властей Таджикистана или Узбекистана, салафитские, условно моды, которые есть, специалисты знают, против них жесткая борьба идет в Таджикистане, и уголовный кодекс очень сильно преследует их, но в России в этом плане очень лояльно, поэтому они больше себя чувствуют свободно здесь. Другой вопрос, радикализация ислама идет в России больше среди трудовых мигрантов, нежели в Таджикистане. Это тоже факт, потому что, видимо, сложности с работ, то, что они находятся под прессингом, и то, что есть тут другие товарищи, мусульмане, которые им говорят, им отчасти может навязывать, поэтому, возвращаясь обратно, они становятся более такими, ну, если даже не агрессивными, но более нетерпливыми к другим течениям даже ислама в самом Таджикистане, и есть факт, что многие таджики, например, которые уехали в Сирию, воевать за ИГИЛ, запрещенные в России, они уехали именно из России туда, не из Таджикистана, конечно, какая-то часть уехали из Таджикистана, но большая часть из России, поэтому это, да, это факт, что некая такая идентичность, и, к сожалению, не такая ханафитская идентичность, которая испокон веков была в Таджикистане, и вообще в Средней Азии, а новое течение, которое идет или из арабских стран, или из Северного Кавказа, вот эти в Вене действительно влияют очень сильно на мигрантов. Ну, может быть, мне кажется, это связано с тем, что мигранты в целом они открыты, когда они приезжают в Россию, они открыты каким-то новым идеям, течением и новому обществу, и когда, если они приходят в мечеть, они могут попадать в тот или иной джамаат и начинать с ним взаимодействовать, и дело это связано с тем, что они лишены привычного им общества в России, того привычного общества, которое есть в Таджикистане, они лишены круга общения друзей или еще кого-то, и вот они как гол как сокол, так говорят, они приезжают сюда, и следовательно оказываются социально гол как сокол, и они оказываются подверженными тем или иным течением, идеям и влияниям. С одной стороны, с другой стороны, безусловно, мечети, молельные дома в Москве являются местом социализации и местом, где происходит не только религиозное отправление религиозных каких-то ритуалов, но это место твоей действительно социализации, это место решения совершенно будничных и реальных проблем. Поэтому мечеть, она обретает часто в Москве для мигрантов, она обретает не то, что иное значение нет, она просто это значение немножко трансформируется и оно дополняется какими-то другими элементами, на мой взгляд, по моему полевому опыту с таджиками и с узбеками и киргизами в Москве. Может быть, у вас есть вопросы, какие-то комментарии, вопросы режиссеру, пожалуйста. Спасибо. Во-первых, спасибо за фильм, действительно очень хороший фильм, я тоже его раньше не смотрела. Можете объяснить, что за манипуляцию с горящей тряпкой на обочине дороги мать проводит вот с ним? Ну, это такой ритуал, как мама объясняла, в общем, это снятие страха, то есть, если произошла какая-то какая-то драма, какое-то событие, в общем, в человеке остается страх, и вот это вот такой языческий ритуал, который, в общем, тоже совершенно спокойно у нее существует со всем остальным. Вот она, с Варухом она это проделала, вот с папой, к сожалению, пока вот не получилось. Вот она хотела, в общем, чтобы отец тоже и младший брат это прошли. Но они отказались, получается? Ну, да. Кахирон, мы можем говорить о том, что вот употреблять слово язычески, как вы думаете? Я вот не знаю, как это... антропологи говорят доисламский, более такой термин, но они действительно доисламские, и если для этнографов, антропологов это было когда-то очень важно, и они все это изучали, сегодня это, к сожалению, тоже в Таджикстане это отходит на задний план, вот эти действия, которые, это называется бахшит, то есть она таким образом доисламскими обычаями она хочет изгнать страх, и в Таджикстане, наверное, бы сейчас ей запретили бы это делать не власти, но именно религиозные люди, потому что это считается не исламским, вот, поэтому, конечно, до 80-х годов это было очень распространено во всей Средней Азии, некий доисламский и исламский такой очень симбиоз такой, и они, величие ханафитского мазхаба было в том, что он не был радикальным таким против таких, если это очень важно для вас, посмотрели, если население социум это воспринимает, передавали некие такое исламское новое одеяние и говорили, что это вот хотя это синкретизм, но это говорили это ислам, хотите, продолжайте, но сейчас, к сожалению, уже особенно среди молодежи это очень редко встречается и считается неким таким бедхат, то есть это новшество или наоборот даже отход от ислама. Ну да, я могу дополнить чуть-чуть, я делал исследование среди народных, так называемых народных мул в мечетях Москвы, в первую очередь в соборной мечети, которую как раз показывает Денис в фильме «Открытие нового здания» соборной мечети и среди народных мул это вот, ну вот это народный мула, если мы говорим о московском контексте, то это человек довольно уважаемый, который хорошо очень знает ритуал, хорошо знает Коран и который проводит или иные ритуалы в мечети, в самой мечети или за пределами мечети по просьбе прихожан отдельных и он не является сотрудником мечети, он не имам, он не работает в мечети, он приходит туда и я со многими такими познакомился, я у них брал интервью, смотрел, как они проводят ритуалы и они в том числе проводят ритуал тоже по изгнанию от страха и изгнанию страха, освобождению от страха и освобождению от тревоги, изгнанию джинов и это действительно очень, как бы узбеков было меньше всего, там я опросил около 10 народных мул и наверное узбеков было там человека два, большая часть это были таджики, которые и я один, я познакомился с одним человеком, у него была постоянная тревога после развода с женой и он чувствовал дискомфорт вот этот душевный он специально приехал из Истры к народному муле Сади его зовут и тот вот читал Коран над ним и водил палочкой вот, чуть-чуть побивал его палочкой и когда а я это снимал но он мне позволил снять вот и он его ну так побивал этой палочкой а человек ничего не чувствовал как будто не шелохнулся и потом он меня ударил этой палкой и и мне было больно вот но как бы он говорит а ему не больно потому что вот вот и там и он там тует в ухо и так далее то есть это различные это тоже такие вот исламские тире доисламские смотря с какой точки зрения мы смотрим салафиты конечно пришли бы в ужас наверное от этого от этой истории а в целом это очень распространено и я говорил как-то с одним имамом из Балашихи из Балашихинской мечети который мне сказал что Балашихи я оттуда условно он сказал о том что к нему приходят люди иногда и просят прочитать молитву чтобы не останавливали документы не проверяли и это тоже своеобразная конечно тревога это тоже молитва освобождения от тревоги но имам отказался имам был татарином и имам был русскоязычным и имам был он понимал но он не чувствовал их проблемы была дистанция конечно существует некоторая такая дистанция между татарскими имамами и среднеазиатскими мигрантами прихожанами и между среднеазиатскими народными мулами которые понимают все проблемы этих людей и он сказал ну сделай себе документы и вообще при чем тут молитва вот я тут просто тоже хотел спросить у меня действительно герои просто этот фильм не вошел очень часто читали вот это периодически читали молитву чтобы милиция не останавливала насколько это вообще исламская вещь это распространено да есть такой анекдотический случай когда человек закончил водительские курсы еще в советские времена и автобаза но ему не дают грузовик и он приходит к мулей говорит пишите мне не везет он пишет и спрашивает слушай а госзнак будешь машине тоже писать сюда конечно многие отказываются это делать но когда мигранты такие беспомощные они не знают к кому обращаться они понимают вот это свое бесправие в обществе и единственное спасение они видят что мола им прочитают или мола им дают вот эту бумагу и это все будет у них хорошо к сожалению да это я не могу сказать к сожалению но это есть и действительно это делают но то что на этом еще зарабатывают такие условно не очень честные мули это тоже есть потому что мигрант кормит всех к сожалению он говорят он очень бедный но он кормит всех вообще он кормит исследователей он кормит режиссеров он кормит международных организаций он всех кормит хотя наверное поэтому он и бедный потому что за счет него все живут а он остается бедным к сожалению я буквально два слова добавлю но все-таки это не только мигрантская история это опять же я возвращаюсь я больше люблю оперировать категориями социальными все-таки это история еще социальных определенных классов да то есть и мы как мы я имею ввиду мы местные жители я думаю что каждый из вас слышал историю какой-нибудь соседки которая ходит к бабушке там и заговоры наговоры какие-то делают на богатство на бедность это очень распространенное явление среди именно ну как бы скажем так не очень обеспеченных ну а может быть и всех да кстати там же сняли корейскую президента как раз что там она астрологами пользовалась или кем то есть там история как бы когда людям необходима какая-то помощь да вот извне она не только про мигрантов но именно когда человеку необходимо и критический момент как сказал Денис он интенсифицировал свою религиозную жизнь в критические моменты да и второй момент это то что очень много исследований написано не на нашем примере не на российском не на российском примере миграции потому что у нас на самом деле очень мало исследований по миграции если смотреть если сравнивать с Европой и с Америкой или там с другими странами и это же очень такой известный пример да когда человек теряется когда он не знает куда пойти и первое место которое ему становится знакомо да где он опознает как своих он идет в мечети а там уж кто с ним будет разговаривать то есть куда он попадает это уже следующий момент и вот эта радикализация в принципе ну я лучше французский случай знаю радикализация молодежи во Франции она как раз началась с этого потому что некуда было идти да там французы не принимали второе поколение да французы не принимают потому что вы не свои и тут появились мечети все больше и больше их росло за 80-е годы там какое-то дикое количество мечетей появилось и молельных залов которым вообще разрешение не нужно было чтобы их открывать и вот в этот момент происходит то есть что внутри них происходит это даже не каждый исследователь войдет потому что действительно это уже становится закрытыми такими ну местами и действительно происходит вот в этот момент вот эта вся радикализация это очень хорошо описано во всех ну не во всех во многих исследованиях которые касаются Европы сейчас я не знаю насколько мы повторяем этот момент но то что действительно мигранты идут в молельные залы это факт да не только для того чтобы молиться а для того чтобы получить какую-то свою среду да где они смогут получить какую-то минимальную психологическую даже помощь да и мне кажется мы как раз и повторяем ту ошибку европейскую потому что в обществе когда среди москвичей говорят вот откроем мечеть на завтра огромное количество людей выходят на улицу и говорят нам не надо но мы не понимаем что действительно это катастрофическое не хватает мусульманам мечети но когда мы не открываем официальных мечетей люди идут в неофициальных подпольных таких в подвальных молильных условно домах и что там говорят им никто уже не знает а то что говорят в официальных мечетях это хотя бы можно под контролем взять и поэтому лучше конечно чтобы этих мечетей официальных было больше намного по крайней мере в Москве но когда мы говорим их нельзя то лет через 15-20 будет такая же реакция как в Европе сегодня к сожалению есть ли еще какие-то вопросы у меня вопрос по поводу фильма где его можно посмотреть или купить и это в том числе вопрос от моего друга который живет в другой стране он очень мне завидует что я сейчас видел этот фильм и так далее он очень хотел его посмотреть но к сожалению он не знает где взять купить или посмотреть ну вы знаете к сожалению нигде если мне напишите на фейсбук я с вами подружимся и вам пришли бесплатно здравствуйте спасибо большое за фильм расскажите про свой путь к этому фильму почему вас заинтересовал имени Таджикистан вот путь к фильму ну я просто до фильма много ездил путешествовал по Средней Азии ну Узбекистан в основном был правда Казахстан вот ну и честно говоря меня просто поразило ну и просто по-человечески меня очень оскорбляет потому что когда приезжаешь туда ты чувствуешь себя ну не то что дома да но действительно таким желанным гостем и вот тебе там хорошо и когда эти люди приезжают сюда точно такие же которые там к тебе относились по-человечески вот они становятся совершенно чужими и в общем изгоями и меня это как-то по-человечески очень сильно оскорбляет вот и наверное это было основным мотивом снимать про это кино знаете Тахиру не в плане возражения а в плане дополнения может быть когда вы говорите об открытии новой мечети где так или иначе может быть вы употребили это слово или это имелось ввиду что жизнь это будет подконтрольно да но вот режиссер поймал очень интересный кадр когда вертолет висит над соборной мечетью в Москве во время Урасбайрам и это впечатляет такой некий какой-то контроль как Ока Саурона и оцепление вокруг оно может быть в какой-то степени необходимо да но оборотная сторона вопроса что есть известная фраза чтобы какое-то движение уничтожить надо его организовать и возглавить вот и здесь понятно что религиозная жизнь имеет свои законы и если может быть необходимы мечети какие-то небольшие и в разных частях города когда это вот так настолько все организовано оно выглядит немножко слишком подконтрольно как мне кажется даже например такой факт что в Китае китайцы понимают что с исламом надо надо работать и там имам Хатиби во всех мечетях официально получают зарплату от правительства и там практически нет таких неофициальных подпольных молильных домов и и парадоксальный случай многие те кто ходят в таких подпольных молильных домах они не ходят на праздник в соборную мечеть для них уже то что те люди которые ходят в эту мечеть они уже не совсем условно правильные мусульмане поэтому уже уже проблема в том что мы упустили некий шанс а их с каждым днем становится больше и больше больше поэтому я условно говорю контроль но я имею ввиду то что в проповеди имам Хатиб мечети скажет он понимает что все таки 21 век его слушают и он должен правильные вещи говорить и он и он сам ответственность несет за это он понимает что что огромное число людей перед ними он должен говорить им то что надо говорить а тот кто его никто не видит конечно он мы не знаем что он говорит к сожалению поэтому и ничего страшного тут нет если если мусульманин заходя в мечети он понимает что он его снимает его записывает сегодня мы все понимаем что оказывается все телевизоры нас снимают и слушают поэтому что тут такого поэтому даже сейчас вот понимаете поэтому мне кажется что кстати я хотел сказать что всем что вот это снималась соборная мечеть на проспекте мира которая не закрывалась на протяжении всего советского времени в Москве это старая здание разрушена но тем не менее это дореволюционная там была мечеть дореволюции построена и которая не закрывалась на протяжении всего советского времени я видел фотографии нашел в архиве фотографии 50-х годов на Ураза Байрам и на Курбан Байрам так там огромное количество людей и это было небезопасно конечно ходить тогда будь то в храм синагогу или мечеть но улица Дурова была также заполнена людьми и также перекрыта на Курбан Байрам и Ураза Байрам как и сегодня это были другие люди конечно это были московские татары но тем не менее какая разница это перекрытие улиц произошло не в 90-е годы не в нулевые но произошло еще задолго до распада советского союза даже тогда когда в мечеть было ходить не очень небезопасно есть такой момент о том что почему так много людей ходит в мечеть на проспект мира я как бы говорил с людьми вот я насколько это понимаю во-первых потому что многие люди даже называют ее как вокзал то есть это то место куда первое место куда ты приходишь иногда если у тебя например никого нет ты всегда там кого-то найдешь и когда я делал свое поле еще не было нового здания новое здание еще строилось и я делал свое поле в шатре там всегда был большой шатер мужской зал большой и поменьше чуть-чуть там отгороженный женский зал так вот вся жизнь этого шатра все что было вокруг шатра она была практически бесконтрольно и на мой взгляд именно в отличие от того что происходило в исторической мечети на Большой Татарской в отличие от того эта жизнь на соборной мечети она была намного более И какая-то живая, естественно, и хаотичная, и бесконтрольная, и там были, именно там было больше всего народных мул, именно там за этой мечетью около Олимпийского проводились различные там эти обряды по изгнанию джинов и так далее, именно там можно со всеми было познакомиться, именно там формировались различные кружки людей после джума-намаза, когда и таджикоязычные, и киргизоязычные, и русскоязычные кружки вокруг каких-то одних лидеров местных, которые начинали что-то говорить, а вокруг них тут же образовывались кружки людей по пятницам, это уже после худбы, после проповеди. И сейчас, когда я не делал поле в новой мечети, но я просто туда приходил время от времени, ты приходишь, как в еврейском музее сдаешь все свои вещи, как в аэропорту выкладываешь ключи, телефоны и так далее, проходишь, заходишь во двор и видишь очень роскошный ресторан Барака, который где 300 или 400 рублей стоит чай. Ты думаешь, что ничего себе, и заходишь в саму мечеть, всю такую роскошную, яркую, и там музей на втором этаже, что очень хорошо, конечно, и там различные фотографии, там какие-то разные экспозиции проходят. То есть вот очень интересно было бы сравнить социальную жизнь, именно социальную, не религиозную, а именно социальную жизнь, хотя это неотъемлемые вещи, в той мечети, в этом шатре, с этой новой роскошной мечетью. Может быть, на самом деле, социальная жизнь тогда была живее и как-то менее причёсана, но живее, чем сейчас в этом Тадж-Махале? Она, естественно, живее, но она была опаснее. Ещё вопросы? У меня два вопроса к Денису, на самом деле три, но задам два. Первый, насколько я понимаю, судя по благодарностям ФМС и МИДу в конце и по сцене собеседования, вы как-то договаривались, наверное, с официальными службами. Как вы им объясняли, ну если договаривались, как вы им объясняли, какая цель вашего фильма, как они к этому отнеслись? Ну вот что официальные службы там ФМС России в Таджикистане в данном случае вообще думают об этой проблеме? Знаете, там работают, на самом деле, уникальные люди, по меркам российских чиновников, потому что я приехал к ним и сказал, что я хочу снять правду так, как происходит. Они говорят, слушай, вот это и надо снимать правду, как происходит, и всячески мне помогали. Вообще там один из людей, который там работал, я часто это вспоминаю, он сказал, слушай, я вот никогда в жизни не смогу сказать слово чурка больше. Ну никогда не смогу, потому что я два года с этими людьми здесь работаю, у меня просто язык не повернется. То есть те люди, которые существуют там из России, они же командировочные все из разных регионов, они как раз больше всего переживают за этих мигрантов. Просто вопрос, что они не очень много могут сделать, к сожалению. И вообще там есть, это не вошло в фильм, там есть очень интересный момент, когда они выдают документы, я это тоже снимал, они разрешили, они говорят, вот как нужно теперь, вот все как по закону, а теперь как вы будете действовать, как вам нужно нормально, по-человечески. Отдельную инструкцию проводят с ними, что с ними произойдет, и в общем пытаются как-то их обезопасить. Вот это, кстати, интересно, потому что из фильма, наоборот, создается впечатление, что когда вот этот молодой человек в зеленой рубашке слушает очередной раз одну и ту же историю про то, как русский язык ему родной с детства, и про то, как все у него в детском саду, в школе, в институте, во дворе знали русский язык, как-то он относится, кажется, к ним, ну так, немного снисходительно. То есть на самом деле это не так, на самом деле они беспокоятся за их судьбу? Нет, он на самом деле беспокоится, просто у него есть задача его службы тоже, он, насколько я понял, снимая там, он старается отсечь религиозных людей. То есть в принципе он, ну такие какие-то человеческие разговоры с ним ведет и религиозных, может быть еще каких-то таких, не очень подходящих. Вот в принципе все равно решение он же принимает. Еще такой вопрос, вы вот сами, ну вы уже начали немножко отвечать на этот вопрос, сами, когда снимали фильм, какую цель вы у него видели? Вот все равно, когда выбирается история, выбирается герой, да, какие-то сцены из всего того материала, наверное, который вы отсняли, который войдет в итоге в картинку, вот в этот час, когда подбирали эти истории, вот какую цель вы хотели донести и до кого? Вот до какой аудитории? Ну, честно говоря, у меня не было какой-то такой цели на аудитории, просто как бы задача была максимально правдивая и близко внутри оказаться этой жизни и рассказать про то, как это происходит. Спасибо. Скажите, пожалуйста, раз вот об этом зашла речь сейчас, а много ли вы выбросили из фильма, ну то есть много ли осталось за кадром и какого рода это сцены, если можно? Спасибо. Ну да, нет, всегда много, конечно, остается за кадром, и пока Фаруха посадили в тюрьму эти шесть месяцев, я снимал вот его семью и младшего брата и маму, и, наверное, если бы не выпустили, был бы другой фильм с другими героями, это очень, тоже хороший материал. Ну, я имею в виду то, что не вошло в фильм, вот кроме сцены, о которой вы сейчас рассказали, есть еще какие-то сцены, о которых мы не увидели сегодня, которые вам, может быть, о которых хотелось бы сказать? Ну, так сложно сказать, много сцен, о которых жалко, честно. Буду бы долго и подробно рассказывать, честно. Ну, если вы связаны с обязательствами, то не надо, конечно. Нет, ну это в основном сцены личного характера, допустим, когда он приехал к жене, мы там тоже, в общем, неделю снимали, фактически это делали, но это такие человеческие. Уже третьего, должен быть. Но жена не может приехать, потому что у нее запрет на въезд в Россию, что-то она там нарушила. Да, она до этого тогда приезжала, там лет пять назад, она, сколько там, четыре приезжала, в общем, ей какое-то время еще год или что-то около этого еще. Вообще, мне кажется, это очень интересная тема по поводу того, что вошло и не вошло, потому что, ну, это достаточно частые вопросы и очень серьезные, потому что мы снимаем, не знаю, в сто тысяч раз больше, чем входит в конечный фильм. И от смены двух сюжетов или их последовательности абсолютно полностью может поменяться вообще весь смысл и то, о чем говорит фильм и что он вообще доносит до зрителя. И у меня было очень много ситуаций, вот я просто две расскажу, потому что мне кажется, что это важно, два маленьких эпизода. Один из них связан, когда я искала родственников своих памирских героев России, одна из героинь, одна женщина, она работала, внимание, посудомойкой в узбекском кафе, который держал азербайджанец в одном из больших торговых московских центров. Мы с тобой туда вместе ездили. Вот, и мы ее нашли, с ней поговорили, все было хорошо, и я хотела, а живет она в общежитии при этом торговом центре, там на заднем дворе огромный корпус общежития для тех мигрантов, которые работают на разных должностях в этом огромном-огромном торговом центре. И мы пошли в это общежитие, я планировала ее снять в ее комнате, она сказала, что нельзя, потому что карантин. Я сейчас и не особенно помню, и не особенно хочу произносить, чего именно карантин, какой болезни. Но суть в том, что я сняла ее из окошка, а потом кому-то из своих знакомых, но достаточно близких, рассказала вот эту историю, что не попало как бы. И значит, на что моя знакомая пришла в ужас и говорит, вот об этом надо рассказывать как бы, что вот мигранты на самом деле, они же носители, вот она работает в общежитии, в смысле в общепите, а живет в общежитии с карантином, это же вообще какая бомба журналистская. Ну вот, ну я по себе, конечно, я сама по себе понимаю, что есть в этом определенная логика, да, в этих рассуждениях ее. Но с другой стороны, я понимаю, что как только этот маленький фрагмент попадает в мою историю, история переворачивается просто с ног на голову. И единственное, что запомнят люди о мигрантов после моей истории, это о том, что они разносчики заразы и скорее всего какой-нибудь смертельный. Вот. И естественно, ни в какую историю это не вошло. Ну я так между нами сейчас уже говорю, но в принципе это как бы всего несколько человек, да. Но это на самом деле просто выбор, это важно как бы, что ты, то есть твоя осознанность как автора или как бы там какое, не знаю, даже исследователи, да. Потому что я думаю, что исследователи в поле тоже иногда получают ту информацию, которую, наверное, не стоит по каким-то причинам публиковать. И второй маленький эпизод к вопросу об этике, может быть, вот Денис тоже поддержит эту тему. Когда прошло 9 месяцев и выпускалась уже книга, я готовила тексты книги, там была такая история, значит, что когда я нашла маму одной из девочек, то есть я сняла девочку на Памире, 5 лет, и ее родители 3 года назад уехали в Москву. И когда я приехала в Москву, я нашла ее маму, и мама мне сказала, что родители на самом деле развелись уже давно. А девочка об этом не знает, и она думает, что вот скоро родители приедут, снова ее навестят, и вообще очень скучала. И уже у папы новая семья, и мама тоже как бы, ну такой часто на самом деле бывает, мне кажется, это тоже достаточно такой отдельный пласт для осознания, когда семьи здесь разрушаются. Так вот, когда я делала книжку, я понимала, что это важный момент с точки зрения вообще в вопросе миграции, но что если, не дай бог, когда-нибудь эта книга попадет в руки этой девочки, и именно из моей книги, сделанной абсолютно чужим посторонним человеком, она узнает о разводе родителей, это будет чудовищно, шанс этого очень мал. Естественно, что когда вышла книга, мама уже забрала девочку, и вообще все было хорошо, но из-за этого одного человека, и тогда я еще не планировала возвращаться на Памир, то есть не было четких дат, что я вернусь и буду сама раздавать эти книги. И тогда мне один мой знакомый фотограф сказал, никогда, ну то есть даже если это там один процент риска, и это всего один человек, ты ничего не сделаешь на самом деле в вопросах науки, искусства этим фактом, но ты разрушишь, возможно, разрушишь жизнь человека, и этого делать нельзя. И, ну, вот на самом деле, мне кажется, это очень важный момент в вопросе монтажа, и мне кажется, что, может быть, иногда зрители это не до конца понимают, но для авторов это очень важно. Еще вопросы? Комментарии, мысли. Да, мы заканчиваем. Я очень благодарен вам, что вы пришли, я благодарен спикерам, и мы вообще завершаем, все, мы завершаем уже наш цикл, цикл документального кино, и я хотел бы пригласить Лику Чечек, сотрудницу Еврейского музея, чтобы она рассказала в целом о нашем большом проекте, потому что цикл документального кино – это только часть намного более крупного, интересного проекта, который мы придумали вместе с Ликой. Пожалуйста. Мне пока не о чем рассказывать. Да, это просто то слово, которое я говорила обычно вначале, мы сегодня его перенесли в конце. Вот цикл документального кино, который мы сегодня завершаем, это маленькая часть, это первая часть большого проекта, который запустил Еврейский музей, который называется «Общие и частные сезоны современной культуры народов России». Мы очень надеемся, что каждый… Мы взяли себе такую паузу, потому что это довольно масштабный проект, нам не хватит ресурсов, поэтому мы будем каждый сезон, то есть следующая часть будет летом, делать что-то, мы пока не знаем что, посвященное современной… Мы начали с документального кино, потому что это легче в плане логистики, но у нас есть и задумка о музыке, и о театре, и о художественном кино, и все это должно быть связано, безусловно, с современной культурой, и различных людей, культур, народов, которые проживают в России. Вот, так что следите за нашими новостями на нашем сайте, и спасибо, что пришли сегодня. Спасибо. Спасибо.